Многолетние тренировки, огромные трудозатраты, но и без удачи тоже не обошлось. 11-летняя Настя Наумова и 17-летний Максим Кожанов в тайский бокс пришли 3 года назад и сразу стали показывать хорошие результаты. Ну, более разнообразное количество ударов разных. То есть в обычном боксе там только руки, а здесь и руки, и ноги, и локти, и колени. То есть больше разнообразных. Свободы, да, такой? Ребята победили в чемпионате области, в всероссийском турнире, а затем заняли третьи места в первенстве России. В такой ситуации путь на чемпионат мира для спортсменов был закрыт, но ехать туда обладатели первых и вторых мест отказались. Так у ребят появился шанс показать себя в Малайзии. Вот только каждому требовалось около 400 тысяч рублей для поездки. Таких денег у родителей Насти и Максима не было, но затем курс доллара упал и появилась надежда собрать нужную сумму. И мы начали собирать. То есть, по сути, помогали неравнодушные люди, кто занимается также тайским боксом и наблюдая за ребятами, кто их знает. И также часть от федерации тайского бокса Самарской области. Всем миром, так скажем, собрали. В итоге суммы, которую собрали на поездку, хватило только ребятам. Тренеру пришлось остаться в Самаре. По этой причине, к сожалению, я уже не смог полететь как тренер с ними. То есть, я осуществил полноценную подготовку, настрой и дальше уже по телефону их сопровождал везде. И давал какие-то постоянные комментарии, настраивал. То есть, как на бои, так и по всему, что там происходило. В Малайзию ребята добирались с шестью пересадками. До Москвы их сопровождала мама Насти. В следующих перелетах шефство над юными спортсменами взяли боксеры из Сургута. А в Малайзии ребята поступили в распоряжение тренера сборной России. Было страшновато, но я справилась и я очень рада. Ну да, было сложновато, но нас тренер сопровождал все равно по телефону, поддерживал и давал советы перед боем. Всю неделю, что шли бои, тренеры и родители наблюдали за ребятами в режиме онлайн. Первая медаль чемпиона завоевала Настя. Когда я смотрел бой Насти, я находился дома с семьей. Мы всей семьей кричали, радовались. Не скрою, что даже слезы навернулись в этот момент на глаза. Я не мог успокоиться в течение всего дня. Даже сейчас и говорю, и возникает какое-то волнение. И Максим полноценно как будто слышал меня, то есть то, что я ему кричал, он делал все один в один. Как в компьютерной игре. То есть я как будто играл в компьютерную игру, управляя джойстиком, бойцами. И это прям вот на сто процентов получалось. Ребята стали чемпионами мира в своих возрастных категориях. Их титул нужно будет ежегодно подтверждать. А в ближайшее время самарские спортсмены надеются принять участие в чемпионате Европы. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.